Ион Тихий космический пилот Пробил броню, и ракета потеряла манёвренность. Эй! Эй, что ты сделала? Это не я. Релятивистские эффекты. Я одел специальный космический скафандр, чтобы отправиться на крышу ракеты и отремонтировать руль. К счастью, в подвале ракеты у меня были нужные запчасти. Эй, Тихий! Господин Тихий, я вам помогу. Ничего не выйдет. Ты голограмма, существуешь только внутри ракеты. Я быстро понял, что один не справлюсь. Я был не в состоянии отвинтить регулятор. Винт был слишком длинный, и мне нужен был кто-то, кто поддержал бы его с другой стороны. Поскольку я был один на борту, я придумал сложный план. Прошли долгие часы, пока я сориентировался, что план неудачный. Я должен был придумать что-нибудь другое. Когда прошло обеденное время, у меня был уже новый план. Но этот план тоже никуда не годился. Мои усилия не дали результата. Кроме того, я потерял ценное оборудование. И хотя ключ стал спутником ракеты, он не приближался на такое расстояние, чтобы я мог его поймать. Эй, вставай! Бери ключи, пойдем наверх и исправим руль. Я вас не знаю. Что вы мне тыкаете? Вы просто кошмарный сон. Я один в ракете. Уже давно. Говорю тебе, вставай, пошли со мной. Мы должны починить ракету. Чепуха, никуда я не пойду. Починка во сне не имеет никакого смысла. Но ты же не спишь. Ну посмотри, нет. Гляди сюда. Ну окей, ты тоже юнтихий. Можешь звать меня на ты. Но это еще одно доказательство, что ты кошмарный сон. Ты упрям, как осел. Ты еще об этом пожалеешь, вот увидишь. На следующее утро мне припомнились необычные события прошлой ночи. Мое сознание выкинуло номер. Наверное, потому что я был давно на борту, и меня мучило одиночество. И я раздвоился. После завтрака я заметил, что без управления ракета опасно ускорилась. Гаспин Тихий. Гаспин Тихий. Я как-то неясно себя чувствую, что вы делаете. Я собираюсь перестроить проектор голограммы так, чтобы ты попала на крышу ракеты, и чтобы мы вместе смогли починить руль. Я странно себя чувствую. Вы уверены, что это подействует? Ну, я не уверен, но сейчас посмотрим. Но если попадешь на крышу ракеты, держи руки подальше от машины. Не знаю, хорошо ли я вас поняла. Я должна вам помочь, но не должна ничего трогать. Ты ждешь наверху, пока не появится шеф Тихий, ясно? Похоже, перенастройка голографической линзы и не сработала. Галлюцинелла, хотя исчезла из ракеты, но я не имел ни малейшего понятия, в каком месте галактики она теперь появилась. Когда я обнаружил, что в результате перенастройки линзы перегрелся атомный реактор и испортил мою лучшую порцию говяжьей вырезки, я на минуту потерял душевное равновесие. Я выбросил говядину за борт, но дурное мясо вместе с ключом каждые 11 минут пролетало за кухонным окном. Я отправился в читальный зал, чтобы в космической энциклопедии поискать выход из такой трудной ситуации, но нашел немногое. Поискал тогда на звездных картах ближайшую обитаемую планету, но окрестности оказались безлюдными. Там были только загадочные гравитационные вихри. Если слишком близко, подойти к такому вихрю наступают релятивистские явления, последствия которых трудно предвидеть. А, понедельничий? А, понедельничий? Осел. В пролетающей энциклопедии я прочитал о временных петлях. Так у меня родился замысел починить ракету, направив в самый центр вихря, чтобы пересечь так называемый вортекс гравитациозу и встретить самого себя из другого времени, а потом вместе починить ракету. Чтобы направить ракету вглубь вихря, я так долго манипулировал на оборудовании, что ракета немного сбилась с курса. Вся операция заняла у меня много часов. Когда среди ночи я вернулся из машинного отделения, я заметил самого себя из прошлого понедельника, спящего в кровати. Похоже, временная петля замкнулась. Эй, вставай! Бери ключи, пойдем наверх и справим руль. Я вас не знаю. Что вы мне тыкаете? Он оказался упрямым, как осел. Он утверждал, что я кошмарный сон. А поскольку я помню, что ночь с понедельника на вторник я проспал необычайно крепко, я знал, что нет смысла дальше пробовать. Теперь я все переживал по второму разу. Первый раз я встретил самого себя, как спящий понедельничный. Второй раз, как вторничный, сидящий у кровати. Как спящий понедельничный я не верил возможности публикации, но как вторничный я уже знал, что это возможно. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Понедельничный? Эх, ты осел! Ну, вставай же! Живой? А ты из какого дня? Из среды. Но это не важно. Идем наверх, чинить руль. Жаль, время терять. А где понедельничный? Понедельничный – это ты. Я? Как это? В ночь с понедельника на вторник, понедельничный стал вторничным тобой. Ничего не понимаю. Ну и ладно. Пошли, починим руль. Минуточку. Если ты средовый, а сегодня вторник, то до среды руль мы не исправили, потому что иначе ты бы не спрашивал, помогу ли я тебе при ремонте. Не понимаешь, да? Ракета попадает во временные вихли, так? В одном месте вторник, в другом среда, а местами уже немного четверга, понимаешь? Ну это не важно, пошли, вместе починим руль. Раз так попросить четвергого, он должен где-то тут быть. Ты упрям, как осел. Я рад только, что ты сам переживешь этот абсурд, когда сам станешь средовым. Ну и теперь у меня глаз был подбит космической энциклопедией. Но был также и партнер для починки ракеты. Ну вставай же, живой. А ты с какого дня? Это, наверное, есть тот сломанный руль. Его можно починить? Эй, что тут происходит? Не трогать, сказал господин Тихий. Да, правильно. Нет, мы должны ему помочь, это наше задание. Ты упрям, как осел. Я чувствовал, что это может означать. Я понял, что не смогу убедить этого дурака. А-а-а! 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 Меня поразила мысль, что время будет так петлять до бесконечности. Но, к счастью, так не произошло. Местная среда в области кухни окончательно ушла в промышленность. Кто там? Я! Я, что еще за я? Йон Тихий! Йон Тихий! Но из какого дня? Из пятницы, чего надо? Я руки хотел помыть. Я должен был подумать. Я был из среды, в ванной сидел пятничный. Значит, наступающий вихрь искривит время от пятницы аж до среды. А этот из пятницы торчал в ванной вместо того, чтобы меня туда впустить. Либо пусти меня, либо сам выйди и вместе починим руль. Я тебе не нужен, иди с четверговым, он где-то там должен быть. В четверговый это невозможно. Ну, наверное, мне лучше знать. Я из пятницы, значит, прожил и среду, и четверг. Иди с четверговым. Что это тебя так? Ничто, а кто? Средовый. Средовый? Почему средовый? Долгая история. Все равно. Ты четверговый, пошли починим руль. И что вы бы творяете? Мы можем заткнуть эту дыру. Нет, оставим как есть. О, починилась. Вы мне больше не нужны, так? Я сам справлюсь. Четверговый, уйди с дороги. Я не четверговый, я воскресный. Пятничный говорил, что ты из четверга. Не знаю, о чем вы. Врете, да? Что происходит? Зачем вы врете? Посмотрите, что вы наделали. Пропустите меня сейчас же. Нет. Я скажу господину тихому. Донесешь сама на себя. Это же глупо доносить на себя. Пусти меня к рулю. Я самый старший из нас, так? Значит, рули мое дело. А вы это прошлое. Я тебе уже не верю, ты лжест. Обманываешь сам себя. Смотри. 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 Ты л пустой! жизнью. Теперь стоишь с �x. До сих пор не знаю, где все это время была Галлюцинелла. Она утверждает, что технические помехи стерли ей память. Но я думаю, что Галлюцинелла сказала мне неправду. Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе инсинуации, будто я питаю слабость к алкоголю и тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему порогу в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно, какие еще сплетни распространяли, но таковы уж люди, они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. Продолжение следует...